здравствуйте здравствуйте я екатерина бурмистрова детский психолог семейный психотерапевт мама 11 детей и сегодня мы с вами будем разговаривать о том как мы можем помогать тебе во время когда накрывает тревога да здравствуйте я буду рассказывать вот про этот тренинг сейчас я его закреплю комментарий значит это будет не очень длинный эфир да здравствуйте здравствуйте те кто на основной площадке мы сегодня будем где-то минут 20-30 говорить я очень приглашаю всех кто любит отвечать на письменные задания вино пить маша однозначно только что только что с их поддержкой говоришь нужно не тренинги в такое время вести а вино пить но поскольку значит кто что может я вот могу вести тренинги даже в такой стрессовой ситуации и даже это может оказываться кому-то полезно еще вас приглашаю на самом деле невероятно классный и совсем недорогой формат работы это письменный психологический марафон значит марафону сейчас море экспертов нормальных и экспертов в кавычках еще больше значит все шарашат кто что может извиняюсь за просторечие да и сейчас на фоне кризиса и связано с этим тревоги только ленивый не открыл свою онлайн школу до ой инстаграм да и я обязательно обязать маша грешкова привет значит я поскольку иду на основной площадке еще мы с вами потом поболкаем на прямом эфире который будет только в инстаграм вот сейчас я не смогу отвечать на комментарии вы что меня не обижать себя выключать их не буду потому что очень люблю видеть комментарии вот но отвечать не смогу вот значит письменный марафон стартует завтра уже есть те кто присоединился кто присоединился чуть раньше да уже есть те кто пишет него отвечают задание значит что это такое чем это отличается от обычного марафона как марафон стоп паника вообще может быть нам полезен я к сожалению сегодня не вижу чата на основной площадке поэтому будут просто вещать значит история в том что вот в такой ситуации как наша сейчас когда непонятно что происходит и непонятно когда она закончится нормального человеку свойственно испытывается тревога это абсолютно нормальная реакция мы не можем быть спокойны но очень важно чтобы наши есть тревога нормативно есть тревога невротическая и вот нам всем очень важно это здравствуйте не впасть в тревогу невротическую удержаться на стадии обычной тревоги и особенно важно не впасть в панику скажите пожалуйста были ли у кого-то из вас вот вне всяких ситуаций что-то типа панических атак приступов тревоги неконтролируемые страхи если слушатели те кто боялся сильно в детстве сейчас понятно мы все взрослые но я знаю что и среди взрослых людей есть те кто скажем но не любит один ночевать в загородном доме или в деревне есть те кто неуютно себя чувствует темноте есть те кто никогда не станет смотреть ужастик потому что него это слишком в общем то могу сказать что я наверное отношусь к этим людям у меня впечатлительность высокой с детства она была такая и для меня всякие вещи где специально заложен страх они никогда не были приемлемы значит те кто испытывал сильные страхи систематические панические атаки повышенный уровень тревожности с одной стороны и сейчас тоже находятся в зоне риска ну что реальная ситуация неспокойная но но с другой стороны эти люди кто уже имеет опыт с тревогами и страхами справляться они возможно в нашей текущей ситуации такой вот очень непростой мягко скажу они будут более готовы к тому чтобы к тому чтобы не свалиться под гнетом вот этой вот тревоги привет дорогие мои члены психологического клуба я вас вижу в инстаграме привет привет нас еще будет эфир в клубе сегодня не забыли с ответами на вопрос вот и может быть ваш опыт тех кто уже переживал тревогу про это говорит да что да я боялась там с детства я тревожная была с института но сейчас я мобилизовалась а вспомнился что я умею и меня тревога не накрывает а вот люди которые выросли в довольно спокойно благополучные времена которых ничего такого не испытывали они могут сказаться совершенно незащищенными значит я на этот свой марафон письменный на слово марафон такое забитое но я его использую то что если называть программу марафоном люди более менее понимают что это такое марафон то некоторый процесс да когда выкладываются задания марафон то нечто длительное да это не что то что кончится быстро вот что то где нужно распределить силы вот это вот программа стоп паника которую я придумала что когда все начиналось месяц назад я начала разрабатывать когда стало понятно каким будет карантин у нас потому что уже сидела вся европа в карантине я начала писать значит там будет три письменных задания в неделю три я стараюсь их сделать небольшими как вступить в клуб в начале месяца мы к концу месяца мы открываем вход в клуб и есть ссылочка в вечных stories про клуб можете почитать или написать директ этому закрыт психологический клуб но и в нем своя программа каждый месяц возвращаемся к сок паники вместе все время сносит значит три письменных задания в неделю и микро задания 2 раз в неделю точно на самом деле 3 этот марафон да он не может быть каким-то объемным и очень глубоким потому что мы сейчас все до в состоянии но не очень-то мягко скажем ресурсно если те кто пишут в чате со мной поспорят я буду очень очень рада что может быть ваш опыт он другой но кто вот вот скажем если вы самым задам свой любимый вопрос шкалирующий если представить что 10 10 это ваш максимальный ресурс максимально ресурсное состояние то в каком состоянии вот из 10 возможных баллов 10 это все прям шикарно отлично в каком состоянии вы сейчас из 10 возможных баллов 0 это полное отсутствие ресурса и кто будет отвечать напишите пожалуйста параллельно какая неделя самоизоляции у вас идет ну конечно если у нас изменился образ жизни то если мы не можем выходить на улицу если мы не можем общаться с близкими если мы не можем двигаться столько сколько мы двигаемся ну конечно у нас ресурс будет падать это нормально мы живые люди нормально ощущать себя не на десятку есть те кто втягивается и вот по наблюдениям людей которые сидят уже месяц и больше в разных странах да есть какая-то неделя адаптации которая такая переломная трудная а потом становится легче но после этого легче я рада для тех у кого у кого 5 и выше сейчас я открою себе чат чтобы видеть что пишут нормально да если вы не в таком ресурсном состоянии как обычно ну и кажется очень-очень здорово если вы можете понимать где у вас такие дырки в которые входят тревога и паник те кто слушает эфиры и те кто там участвовал бесплатно модуле программы вы наверное слышали за мою точку зрения что нужно обязательно следить за временем которые вы проводите чтением новостей о вирусе и обо всей этой ситуации потому что если вы даже сам в спокойном состоянии читаете по полтора-два часа новости о вирусе вы скорее всего свой ресурс ну как будете опускать особенно если вы читаете новости с таким эмоциональным вовлечением и вообще вы чувствуете что вы уже все прочитали всю информацию уже как бы узнали но при этом вы все равно берете 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 значит как будет работать марафон как будет работать самые письменные задания которых три в неделю значит нужно будет на них 15-20 минут времени как вот обычно на моих заданиях письменных тренингов значит но ну исходя из того что мы все не на десятку в ресурсе но они скорее всего будут таким что можно делать в два присеста по 5-7 минут эти задания специальные так составляю на чтобы люди понимали анатомию до архитектуру собственно тревоги как мы сами делаем себе хуже от чего от каких действий какого общения от каких шагов от каких внутренних движений хуже от чего тревоги становится меньше я не говорю что нужно быть стойкими лавянными солдатиками и юными пионерами как вот я сама это совершенно не нужно но нужно удержаться на плаву и всем понятно да что карантин он завтра после завтра не кончится еще какое-то время нам всем в нем нужно будет пробыть вот и очень важно не испортить не отношения на с ребенком не отношения паре не отношения собственной главой на то есть нам очень важно чтобы мы к моменту окончания карантина не превратились какие-то там психологические руины не пустые слова потому что надо человек сам не понимает что его дестабилизирует те кто любит отвечать в чате напишите пожалуйста вот от каких действий вам точно хуже от каких мыслей от каких разговоров от каких там не знаю занятий по дому или от каких вообще от чего вам хуже становится сейчас значит письменные задания на каждое из них она состоит из нескольких так называемых хороших вопросов хорошие вопросы это специально составленная последовательность которая ведет человека к ну как это не к одному и тому же выводу к очень таким выводом очень разным выводом приходят люди и значит отличие этого марафона то что мы проходим его не индивидуально в группе то есть вы пишете свои ответы на площадке письменного тренинга и вы видите ответы других участников и на самом деле многие из тех кто прошел уже письменные тренинги они говорят что вообще это просто очень важно читать что писали другие участники ты понимаешь что ты не один ты понимаешь насколько разные ситуации ты понимаешь насколько разные по разному справляемся значит и у нас у каждого свой аллерген в изоляции то от чего хуже если мы будем точно знать как эти аллергены действуют и научимся их обходить мы высыпаем на самом деле довольно большое количество ресурсов по идее хороший результат марафона это увеличение осознанности осознанности эмоций осознанности эмоциональных реакций увеличение понимания того что происходит в отношениях вот ну и такое как бы обучение способом справляться именно с тревогой то есть этот марафон он такой узконаправленный он не зря называется стоп паник он работает конкретно вот не со всей жизнью человека а конкретно с этими состояниями ну вот значит микро задания на них не надо будет отвечать письменно их надо будет делать и они подобраны так что любой человек с любым здоровьем в режиме самоизоляции сможет их сделать вот значит в целом на марафон нужно будет ну наверное каждый день заложить 10-15 минут для тех кто любит медленно и неспешно все делать наверное 20 да можно будет это делать два приема значит что такое письменные задания вообще да и как на них лучше отвечать и где значит и почему спасание письменное значит ни для кого не секрет что одно дело подумать другое дело сказать сформулировать словами значит следующий уровень осознанности когда ты говоришь не сам себе а ты говоришь кому-то ты делишься да и вот эта сформулированная речь она уже совершенно по-другому все ну выполняет скажите просто бывало ли так что вот вы поговорили с кем-то про ситуацию даже не с психологом и священником да вы поговорили просто человеком рассказали даже может быть вам не очень вас не очень внимательно может быть слушали и может быть даже там ну советы вам не подходили ну скажите просто было ли так что становилось лучше от того что вы просто сформулировали словами то что беспокоит и кому-то рассказали бывало такое напишите пожалуйста так вот следующий уровень осознания следующий уровень осознанности это если вы пишите если вы выражаете в слова эмоцию уже с этим становится проще если вы слова кому-то говорите вам становится еще проще потому что слова контейнер для эмоций а если вы все это еще и записали вы просто вышли на совершенно другой уровень осознания да вы увеличили расстояние как говорят психологи между собой и ситуацией и вот я вам на пальцах может быть очень упрощенно объяснила как работает письменный тренинг да когда вы пишете вы совершенно по-другому начинаете все видеть да попробуйте нет никакого волшебства мы в этом году у меня есть очень красивый письменный тренинг который называется окно у весны и я не успела его провести в этом году потому что начался карантин да его нельзя наверное проводить когда мы все сидим дома да но я думаю что когда карантин закончится мы сделаем что-то другое уже летнее я думаю что конечно же письменные штуки если вы ни разу их не пробовали да сразу в письменную в платную программу может кто-то не решается вписываться да но обязательно будет когда бесплатная письменная штука да вы обязательно попробуйте а у кого есть деньги и есть тревога деньги небольшие там ранняя цена 1190 да совсем немного без сопровождения пакет присоединяйтесь да вреда ну как бы не должно быть значит вредным и таким ну как бы когда я не зову этот тренинг может быть когда у вас острое горе когда у вас свежая травма может быть не связанная с вирусом да но просто вы находитесь в стадии острого горевания вот тогда как бы я не рекомендовала письменный тренинг без сопровождения фасилитатора там такой более дорогой пакет он когда психолог фасилитатор специально обученный отвечает на каждый ваш комментарий к вопросам вот но письменные тренинги они интересны тем да что они получат очень недорогие потому что даже если вы заполняете да отвечаете на эти вопросы у вас уже есть результат это не беседа со мной с собой да это просто выход на новый уровень осознания мне вас не хочется очень долго агитировать да потому что собственно группа уже набрана да и мы уже начинаем работать ну я эфир это решила провести чтобы не прошло мимо да не прошло мимо эта возможность потому что может быть она вам нужна а вы про нее не знаете вот значит будет три недели участия это довольно долгий срок вы наверное думаете ну что сейчас 15 апреля там завтра что это три недели мы уже наверное из карантина все выйдем знаете вряд ли да а даже если выйдем мы потом будем осознавать выход из карантина если нам повезет если карантин закончится к первому мая сейчас нет никаких к сожалению оснований да у нас будет возможно последнюю неделю посвятить в тренинге выходу из карантина тогда мне придется задание немножко переделать вот за три недели да мы успеем разные вещи сделать мы успеем и поисследовать ваши реакции на стрессоры в принципе и посмотреть ну как бы как очень часто знаете когда включаются тревожные цепочки одна как бы ситуация запускает всякие другие тревоги да ситуация с вирусом запустила страх закрытых границ и страх потери стабильности и страхов много-много-много вот сейчас да как бы как паутина такая страхов и тревога она активизировалась и нужно понять как она включается и выключить да тренинг окно в лето да хотелось бы наверное надо будет делать тренинг окно в лето хорошо с весной так вышло есть ли у вас вопросы потому что я наверное основное рассказала значит выкладка где это все происходит все происходит на специальной площадке закрытой это площадка get курс я пробовала проводить тренинги в инстаграме вот эти письменные форматы идут не очень знаете там удобнее все-таки писать ну вот не в окошечке инстаграма вот на этом вот гид-курсе это удобнее делать с планшета или там с компьютера со смартфона тоже можно ну значит с письменным тренингом еще есть один секрет важный я про него не рассказала значит если в клубе там тоже есть письменное задание да но они такой глубины но я все равно прошу писать руками да либо в своем файле на клавиатуре либо вы можете писать в красивом блокноте тетрадки это лучше всего да вы пишите в максимально ресурсное время и в таком самом приятном для вас месте напишите потому что там в основном же девочки слушают дорогие слушательницы кто любит красивые блокноты тетрадочки какие-нибудь там как-нибудь особенно оформленные дневники кто любит и кому не все равно как и на чем писать есть такие нет все равно вам я в этом плане эстет вообще вот тут кто там слушает прямой эфир значит нужно чтобы было красиво и приятно да тогда эффект будет еще может быть больше если такого есть мои коллеги любители красивых красивых тетрадок для меня вот очень такая настроенческая вещь какая тетрадка да такое то что в нем записано в письменном тренинге вообще здорово если вы пишете руками и там на этой площадке есть возможность фотографировать и прикладывать скрины да то есть не писать в окошечке да это остается у вас как бы это ваше да почему нужно писать у себя чтобы это сохранилось у вас да потому что ну площадки конечно они самые надежные но важно чтобы эти записи остались вы потом сможете вернуться и перечитать как она все звучит на что вы думали что вы чувствовали как вы справлялись с этой ситуацией как вам было на что вы надеялись что у вас получалось если есть вот эти вот записи руками это очень-очень здорово да и можно конечно заказать с доставкой да и это очень приятная возможность немножко себя побаловать так что давайте да к тому актуально присоединяйтесь значит если острая травма острое горе не надо если вы ненавидите писать всегда вас тошнило от сочинений вообще или там скажем вы работали копирайтером вас тошнит от этого да так как все станки станки не надо всех остальных милости прошу что там меньше 1200 на 3 недели это очень дешевый способ помочь себе да и как-то помочь себе сохранить тонус да значит если хотите и при этом даже такая сумма сейчас для вас не посильна я понимаю все бывает что у меня директ завален тем что нет зарплаты да потерял работу на уши нет зарплаты у жены какие-то выплаты кредиты понятно что ситуация более-менее одинаково стрессовая у всех поэтому пишите вот значит если есть вопросы по тренингу я отвечу если нет то у нас будет с вами в основном аккаунте инстаграм завтра в 3 часа дня будет эфир с МЧС министерство чрезвычайных ситуаций попросил мне провести с ними эфир про то как вам там про школьников будет но тема обозначена в сторис вы увидите вот и через полчаса в клубе да у нас первый эфир соответственно вопросы ну что есть вопросы по тренингу какого числа начало завтра начало пятнадцатого но присоединиться можно до шестнадцатого да там у нас будет такой ну разгон относительно медленный если хотите присоединиться вот ссылка в комментарии уже в шапке профиля ссылка на другую программу это программа о которой буду завтра рассказывать у нас две стартуют программы одна про детей про нее будет завтра эфир а это вот для взрослых знаете вот сейчас все кинулись да мы же все вздрючены да мы же все просто на ушах стоим мы все с тем онлайн образованием совершенно забыли про себя про ситуацию вот этой стрессовой тренинг что письменный вот этот стоп паника для того чтобы помочь нам вернуться к ощущению себя попробовать выровнять дыхание это очень важно найти внутренний баланс спокойно я говорю да стиль мой такой я психолог да и это нарративные практики нарративные практики нарацию рассказ у меня три психологических специализация что тут новые люди есть диплом МГУ кафедра психологии развития есть диплом по семейной психотерапии по эмоционально фокусированной терапии семьи по терапии ориентированной на решение всякие другие дипломы но и мой любимый подход для взрослых это нарративная психотерапия нарративные практики нарацию рассказ и там особенно разрабатываются письменные практики значит эта программа не глубокая такая вот это не то что всю жизнь анализировать этим мы займемся в другой раз эта программа продержаться вот это время да оптимально давайте вернемся в себе давайте позаботимся о себе таким ли образом но писать не любят найдете себе другого тренера который не через письмо это делает как-то иначе вот мы заканчиваем пишите как вам эфир пишите в директ пришлю ссылку на программу всем пожалуйста пожалуйста спокойствие максимального обязательно налаживайте объем движений ежедневных тех кто сидит на жесткой самоизоляции потому что если мы не двигаемся мы начинаем закисать вот в клубе будет дополнительный гостевой эфир вы не пропустите в клубе будет эфир в четверг специалист по движению вот ну что нет вопросов тогда до связи до встречи на тренинге хорошего всем настроения по возможности но только без какого-то зашкаливающего оптимизма на который пересиливает все так сохраняю так сохраняю на на и на и с на и Продолжение следует...